Дни открытых дверей устроили в Центробанке. В Екатеринбургский филиал пустили местных журналистов. Гости смогли заглянуть туда, куда посторонним вход заказан. В хранилище побывала и Ирина Шудько. Внимание, дверь. Вход в деньгохранилище сегодня свободный. В Центробанке устроили день открытых дверей. Эту весом в тонну распахнули с трудом. Чтобы попасть сюда, сотруднику нужно иметь не только специальное разрешение, но и код от сейфа. Двери и замки в такие хранилища делают на совесть. Так этот ключ открывал главное помещение банка целый век. Вообще замена ключа в учреждении Банка России это достаточно сложная процедура. Поэтому раз ключ работал надежно, во сколько времени, необходимости его замены не было. Поэтому мы его сохранили и перенесли из учреждения Банка России после его закрытия вместе с дверью в наш экспозиционный фонд. В здании Центробанка даже коридоры фотографировать обычно запрещено, но сегодня снимать разрешили в самой охраняемой комнате. Она вмещает до миллиарда рублей. Здесь повсюду камеры и градусники. Оказывается, деньги любят не только счет, но и прохладу. Фасуют купюры по номиналу. Для каждого отдельный огнеупорный чемодан. Даже не открывая его, кассир сможет узнать точную сумму. Каждый работник, который принимает эту крупную упаковку без вскрытия, имеет возможность также с помощью компьютера проанализировать, что находится внутри. Чип встроен в контейнер. Подключается просто шнурок, соединенный с компьютером. На экране выдается вся информация. Правда, сегодня и это уже прошлый век. Лишь экспонаты музея. Банки переходят на пластиковые контейнеры, они весят в разы меньше. Как менялись технологии, наглядно видно в этой комнате. Здесь стоит сундук 19 века. Такое весит 3 тонны и настолько глубок, что кассирам приходилось буквально погружаться в работу. Для того, чтобы складывать наличность в этот сундук, кассовые работники залезали вовнутрь этого сундука. Те, которые кассиры находились снаружи, передавали им пачки денег, и они аккуратно укладывались вовнутрь. В роли экспонатов в банке сейчас и знаменитые несгораемые шкафы и старинные деньги, которые в них хранились. Впрочем, увидеть здесь можно не только прошлое, но и будущее. К примеру, новые купюры. У нас представлены купюры достоинством 2200 рублей. Вы видите новый дизайн купюр в новом формате. Русский мост изображен и космодром северный. Такие банкноты уже появились в городах, которые изображены на них в Севастополе и Владивостоке. В Екатеринбурге увидеть их можно будет в скором будущем. Новые деньги банки планируют пустить в оборот уже в декабре. Ирина Шуцко, Дмитрий Изгагин и Алексей Юдин. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова